Граница двух областей Николаевской и Херсонской. С первых дней полномасштабного вторжения российской армии населённые пункты здесь под постоянными обстрелами оккупантов. Слава Богу, что дома. Светлана вернулась в родное село неделю назад. Её дом попал под огонь российских войск первым ещё в марте. В момент прилёта женщина вместе с мужем и матерью прятались в подвале. Говорит, чудом остались живы. По лестнице мы туда спускались и там сидели. Оно там горело, что горел даже верхний лаз, который тут был. Удар сам пришёлся по створке ворот, по верхушке. Оно сразу, как дало, улетело всё. Мы смотрим с подвала, небо уже над нами. Всё моментально загорелось. Большое спасибо спасателям, которые пришли. Мы уже там задыхались. Подвал, как оказалось, не самое лучшее укрытие. Тогда семья сразу же решила уехать. Последствия попадания российского снаряда разбирают только сейчас. Посреди двора груда обгоревшего железа. Мотоцикл, инструменты, бытовая техника. Всё уничтожил огонь. Всё на металлолом. Будем покупать новое. Зато теперь знаем, что родителям нужно дарить на день рождения и другие праздники. Сыновья Светланы сами отстраивают разрушенное обстрелами жильё. Решили больше не покидать родной дом и готовиться к морозам. Говорят, на ремонт уйдёт не меньше года. Руки есть, ноги есть. Делаем. Через всё село проходит дорога жизни. По ней выезжали из на тот момент захваченного Херсона. Сейчас каждый второй дом здесь разбит. Пострадало и здание сельсовета. Вот отсюда, с середины. Это начало. И вот туда это был большой-большой кабинет. Просто огромный был кабинет. Когда у нас был наш сельский совет, на то время мы тут и сессии проводили, заседания проводили. И кабинет остался у нас просто большой. Вместе с жителями мы накрыли, закрыли, всё залатали, дырки, шифер подлатали. Думаю, до весны мы переживём. А уже с весны община нам поможет восстановить это здание. И будет ещё лучше, чем оно было до войны с орками. Вот такая дыра. Двери, думаю, будут у нас историческими. Мы их сохраним в таком виде. Пусть знают. У разрушенного сельсовета кипит работа. Жителям привозят стройматериалы и раздают гуманитарную помощь. На сегодняшний день потребуют все люди. На сегодняшний день нуждаются все люди. Потому что многие остались без заработной платы. Завод не работает, все предприятия не работают. Если пенсионер, который хоть минимальную пенсию получает, может себе позволить пойти купить буханку хлеба и какую-то консерву, то люди до 60 лет нуждаются в помощи. Помогают и международные организации. Издании передали вот такие рюкзаки выживания. Внутри фонарики, батарейки, комплекты первой необходимости и даже мини-печка. Временный кабинет старосты украшают подарки волонтеров и сувениры, оставленные здесь российскими войсками. В перспективе планируем открыть музей агрессии зла России против Украины. Все равно найдем место, найдем комнату. Это перед вами кассетная бомба, которая вот таким осколком убила нашу бывшую директора школы Надежду Трофимовну прямо перед ее двором во время взрывов. И последние взрывы у нас были 2-3 ноября этого года. Было 4 человека, которые получили тяжелые и средние тяжести ранения. Слава Богу, на сегодня все они живы. Им вовремя предоставили медицинскую помощь военные госпитальеры. В 10 минутах езды уже соседнее СИО, поближе к линии фронта. Сейчас здесь проживает 5 сотен человек. Это в 3 раза меньше, чем было до большой войны. Там была качелька, мы там делали разные фокусы, а папа там наш работал. Папа Полины погиб 3 месяца назад. Российский снаряд попал на территорию местного завода, как раз в его рабочую смену. Девочка вместе с мамой в это время была в Германии. Выезжали на время ожесточенных боев. Расстояние до передовой тогда измерялось десятками метров. Там возле нас ракету ударили, что аж света не было. Где мы там играем в мяч, там ракету кинули, и дерево упало, и нам починили свет. И дальше такое произошло. Бабушку Полины знают далеко за пределами села. Вот так на мопеде Валентина Ивановна объезжала все блокпосты в округе. Каждый день развозила военным домашнюю горячую еду. Готовит и сейчас ждет уже родных защитников в гости. Хлопцем картошка, жаркое приготовленное. Парням жаркое приготовила, и к нему салат. Для того, чтобы они были сыты, чтобы не были голодные, и чтобы ехали, как они говорят, на свою работу, ехали не голодные. Чтобы хорошо все там было, а то там холодно и голодно. Комбат Ивановна. Такой позывной ей дали украинские бойцы. Дмитрий держал линию обороны, что проходило через село. Затем освобождал Херсон. Говорит, без такого командира было бы гораздо сложнее. А Ивановна сразу показала нам, где можно укрыться, куда можно за воду исходить, где там раз в несколько дней, в неделю можно покупаться. То есть все эти задачи Ивановна закрыла с собой. Голодным на позиции от Ивановны не выезжал никто. Ей было не до обстрелов. Все время стояла у плиты. Комбат мне кричит, Ивановна, в подвал! Комбат мне кричит, Ивановна, в подвал! Я говорю, какой подвал? У меня тесто подошло, ребятам пирожки надо напечь. А он со своим подвалом. Дом ходуном ходит, все ходуном ходит. Все горит, а надо парней накормить, чтобы были у меня сытые. Кормила и оставляла на ночь. Вспоминает, одновременно в доме было больше 20 бойцов. Пока спали, стирала и сушила форму. Утром опять провожала на фронт. С передовой к Ивановне возвращались не все. Я их всех сберегла, а сына своего не сберегла. Я их всех уберегла, а сына не уберегла. Получается, три месяца как моего сына убила, а сорок дней как Юрка убила. Для меня это сильная потеря. Как говорят, не привыкай, а то тогда вырвут у тебя душу и вырвут твое сердце. Точно, они вырвали у меня это все. Что душу, что сердце. Из-за постоянных атак российских войск большинство жителей этих сел покинули свои дома. С освобождением Херсона линия фронта продвинулась вперед. Взрывы звучат все дальше. Людей становится все больше. Местные возвращаются отстраивать разрушенное оккупантами жилье. Война нарубила багато лихо, горе в каждую родину. Война принесла много горя в каждую семью. Но сегодня многие не сидят дома, а стали на защиту нашей страны. Я верю, что победа все равно будет за Украиной. Таких, как мы, вообще нигде нет. Мы украинцы – уникальный народ. Я верю в победу. Потому слава Украине. К весне здесь готовятся снова засевать поля. Верят, к этому времени дождутся победы.